доброго времени суток мои дорогие подписчики и гости моего канала с вами канал энергия таро а это значит что сегодня нас с вами ждет очередной расклад перед тем как мы начнем я прошу поддержать это видео лайком это очень помогает мне в развитии канала также если вы еще не подписались то предлагаю это сделать прямо сейчас нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео ссылки на все мои социальные сети а также личные контакты есть под любым видео в описании к этому видео спешу сообщить о том что у меня есть личные расклады обряды и мы также делаем обрядовые свечи своими руками из натурального воска за обрядами свечами обрядами и с личными раскладами обращайтесь пожалуйста ко мне в личку либо напишите комментарий под видео я обязательно увижу его и конечно же вам напишу также у нас есть второй закрытый канал на бусте слева сейчас появится qr-код по которому вы можете перейти и за подписку всего 299 рублей в месяц смотреть шок контент те расклады которых нет и не будет здесь на youtube канале потому что youtube их может заблокировать и конечно же я хотела бы поблагодарить всех тех подписчиков которые уже с нами на закрытом канале на пусте вы помогаете нам становиться лучше благодаря вам существует этот канал ваши именно они сейчас появятся на ваших экранах еще раз спасибо вам большое что вы есть у нас с нами сегодня карты м таро элизиум снов и теней и поговорим с вами сегодня о ватикане вообще ватикан это карликовое государство официально самое маленькое государство в мире но как говорится мало золотник да дорог статус ватикана международном праве совсем не маленький он является вспомогательным суверенным государством территории святого престола резиденции высшего духовного руководства римско-католической церкви естественно там выседает папа римский а ватикане ходит много легенд и мифов которые мы с вами сегодня проверим на картах таро и первая легенда можно сказать так теория о том что в ватикане хранятся книги какие-то невероятные если человек их прочитает то он будет обладать какими-то знаниями которые полностью изменят его представление о мире человеческое правда ли что в ватикане скажите нам пожалуйста карты есть закрытые архивы которые содержат древнейшие знания способные изменить представление человеческого о мире правда ли что в ватикане есть закрытые архивы и библиотеки можно сказать да которые содержат древнейшие знания способны изменить представление человеческого о мире да действительно тайны знаний жрица это то что держим в себе это то что никому не отдам это то это сама магия понимаете жить это сама магия она держит белый цветочек белую розочку у себя в руках я никому не скажу я никому не открою этот секрет я никому не открою эту тайну это ночная женщина да действительно архивы есть они имеются правда ли что в ватикане и закрыты архивы посмотрите да следующая карта а еще раз повторюсь я как-то уже в одном раскладе при рейну круг говорила о том что в этом в этой колодце тару есть два вида старших органов то есть шут теневой и шут сновидений поэтому не удивляйтесь если появится два шута и без справедливости допустим и так жрица говорит о том что скрыто о том что я никому ничего не доверю только тем людям у кого есть ключ от этого замка только какие-то определенные люди а может быть и не люди сейчас посмотрим да кто же такие католические священники может быть и не людям и только эти люди могут проникнуть библиотеку и посмотреть эти тайны архива действительно обычным людям обычным народу ни в коем случае нельзя на это смотреть да я слежу я бдю я чеку все для того чтобы никто не увидел того чтобы никто не зашел то есть наблюдают есть какая-то охрана определенную этого архива или у этой библиотеки да как она выглядит для того чтобы это было тайной для всех отдельных личностей и только какие-то определенные люди могли посещать эту библиотеку да действительно архивы имеются второй вопрос правда ли что в ватикане хранится хроновизор что такое хроновизор хроновизор это некая машина времени которая показывает в режиме реального времени вот как будто бы вы смотрите на его не как будто бы вы смотрите телевизор как будто бы вы прямо заглянули в будущее или прошлое в режиме реального времени показывает прошлые события столетия спустя и современные раздания или будущие события вы можете увидеть бои галтеатров можете увидеть как распялись у со христа на голгофе можете увидеть еще много всего что может быть в будущем правда ли что что в Ватикане хранится данная машина времени, которая называется хроновизор. Правда ли, что в Ватикане хранится некая машина времени, которая называется хроновизор? Я думаю, что после этого расклада еще много вопросов останется. Если мы наберем определенное количество просмотров, я думаю, что тысяч пять хотя бы, то я сделаю вторую часть по вашим вопросам. Поэтому, если вдруг у вас останутся вопросы, то есть это раскладывается. Правда ли, что в Ватикане хранится хроновизор? Определенная такая машина времени. Да, действительно, она уносит машину времени. Шестерка мечей уносит куда-то, переносит куда-то. Человек летит на лодке, видит синего кита, видит луну. Это как перенос куда-то во время. Действительно, посмотрите внимательно, шестерка мечей. И шестерка мечей показывает события какого-то не очень хорошего характера. Возможно, показывает какие-то воины. Вот бои с гладиаторами, да, опять-таки. Как распяли Иисуса Христа и все возможные события, которые относятся к мечам, к войнам. Почему-то вот именно какие-то нехорошие события показаны. Хороших событий я не вижу. Действительно, людей может перенести. Опять-таки, определенных людей, да. Люди, которые недостойны, скажем так, в кавычках этого. Они, конечно же, хроновизор увидеть не смогут никогда. Действительно, он есть. Действительно, он имеется. И действительно, посмотрите по карте, он переносит во времени. Это правда. Правда ли, что в Ватикане католические священнослужители занимаются оккультизмом? Проводятся ли там ритуалы человеческих жертвоприношений и разрадных действий по отношению к детям? Это разные вопросы. Мы сначала ответим на вопросы про оккультизм в целом. Правда ли, что в Ватикане католические священнослужители занимаются оккультизмом? Правда ли, что в Ватикане католические священники занимаются оккультизмом? в каком плане, черная магия какая-то, да, какие-то действительно жертвоприношения и так далее, и тому подобные не очень хорошие вещи. Правда ли, что в Ватикане католические священнослужители занимаются оккультизмом? Правда ли, что занимаются оккультизмом? Проводится ли там в Ватикане ритуалы человеческого жертвоприношения и развратные действия по отношению к детям? Это три самых популярных вопроса, касаемых черной магии в Ватикане. Черной магии не существует, черной и белой магии отдельно, да, есть черные магии и белые магии. А магия, она для всех одна, просто все зависит от того, как вы используете свою силу. Итак, правда ли, что в Ватикане католические священнослужители занимаются оккультизмом? Да, правда. И переносится куда-то во времени, да, то есть туз кубков – это рука, которая тонет, и не только переносится во времени. Здесь туз кубков еще говорит о том, что это как-то не очень положительно влияет не только на государство Ватикана, но и на мир в целом. Они влияют на какие-то действия, скажем так, природного характера, да, то есть рукотворные какие-то природные явления. Вот здесь вот об этом говорится. Какие-то смерчи, какие-то ураганы, какие-то стихийные бедствия. Оккультизмом они занимаются и приносят какие-то бедствия в этот мир, на эту землю, да, то есть люди тонут, люди гибнут в пожарах. Как-то люди гибнут для того, чтобы люди гибли. То есть не просто так они занимаются оккультизмом. Это нужно для чего? Это еще карта какая? Туз. Самая большая карта. Они сами гибнут вместе с людьми. В каком плане гибнут? Морально гибнут, да, морально истощаются. Но люди гибнут в физическом смысле этого слова, то есть они рукотворно влияют на события, произошедшие в России, там, я не знаю, еще где-то, да, в какой-то стране, которая касается именно стихийных бедствий, вот природных каких-то бедствий, рукотворных бедствий. Вот на это влияет очень сильно Ватикан и те люди, которые занимаются там оккультизмом, католические священнослужители. Это да, это правда, тем более туз кубков, карта, которая говорит однозначно да. Итак, проводятся ли там ритуалы человеческих жертвоприношений? Детских, да, дети. Дети, дети, им нужны чистые, чистые дети, которые до 12 лет, да, до 12 лет в оккультизме, у масонов, сатанистов, глобалистов, дети, особенно девочки, девочки, здесь девочка показана, да, которые еще, у которых еще не наступили критические дни, они очень ценны. Они очень ценны для проведения магических ритуалов. Они нужны для того, чтобы заниматься оккультизмом, для того, чтобы нанести какую-то порчу, или нанести какое-то стихийное бедствие, да, именно дети, ну и развратные действия по отношению к детям. Понятно, что уже это приношение есть. Да, двойка мечей говорит о неправильных действиях. Что такое двойка мечей? Две девочки, два персонажа, стоят под дождем, хотя у них есть зонт. Зонт вроде бы раскрыт, но они почему-то его не используют. Неправильные действия в отношении кому? К детям. И персонажей на карте именно дети, девочки, да, но я думаю, что они не только к девочкам, тут как бы не приравниваются к полу. Я думаю, что они и к мальчикам, да, так относятся. Тут всё-таки и о тех, и о других речь. Итак, правда ли, что в Ватикане католические священнослужители занимаются оккультизмом? Сто процентов, да. Какие-то стихийные бедствия возникают, да, после этих заговоров, после этих каких-то ритуалов невероятных. Также, как они, проводятся ли жертвоприношения? Извините, немножко торможу, приболела, поэтому не обращайте внимания. Проводятся ли ритуалы с человеческими жертвоприношениями? Да, с детьми, чистыми детьми, невинными, которые ещё не взяли на свою душу какой-либо грех, да, потому что после 12 человек уже становится, скажем так, для оккультистов, для масонов грязным человеком, не совсем чистым. И вот здесь неверные события, неправильные события происходят по отношению к детям. По отношению к детям сексуализированное насилие, оно неправильное. В принципе, по любым меркам, да, в мерках и людей, и животных, и тут двойка мечей как раз выражает неправильное совокупление с детьми. Не только с девочками, я думаю, что, но и с мальчиками. Да, действительно, правда. Следующий вопрос, тяжело на самом деле, тяжёл на самом деле расклад, в каком плане, в том плане, когда замешаны дети, животные, всегда очень тяжело в это поверить, и ты себя как-то настраиваешь на позитив, но понимаешь то, что очень много плохого происходит в мире, и я никак не можешь с этим смириться. Следующий вопрос, правда ли, что оригинал Евангелия от сатаны или великий гримуар дракона, он называется, хранится в Ватикане. Для чего он там нужен? Правда ли, что именно оригинал, оригинал, вот эти старые страницы с латынью, да, кстати, официальный язык Ватикана и латынь, это единственное государство, где признана латынь официальным языком, это древний язык, язык демона его ещё называют, да. Правда ли, что оригинал Евангелия от сатаны или великий гримуар дракона хранится в Ватикане? Для чего он там нужен? Для чего он там нужен, если он действительно там хранится? Карты учителя, они что-то делают по этой книге, да. Учитель это, я не знаю, смотрели вы или нет, смотрели или читали, возможно, старую книжку, детскую такую, да, детской чернокнижью, скажем так, Крабат называйте, Крабат, ученик-чародея или ученик-чернокнижника, что-то такое, не помню точно. Очень классная книга, я её в детстве читала, зачитывалась, и не так давно, буквально год назад, наверное, я её прослушала, вот, к сожалению, не помню до конца, как она называется. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, сегодня немножко просто торможу. Учитель здесь именно обернувшийся ворон, то есть учитель, который может оборачиваться в млекопитающих разнообразных, да, это действительно существует, это чёрная магия, то есть чёрный маг. Так вот, сейчас доложу карты, объясню вам, учитель здесь, обернувшийся в ворон, это значит учитель чёрной магии. И действительно, Евангелие от сатаны, оно там есть. Для чего оно нужно? Для того, чтобы оборачиваться в птиц, оборачиваться в воронов, оборачиваться кем-то. Вот для ритуалов оборачивания, для того, чтобы люди не могли меня узнать. Семёрка жезлов. Я совершенно другой, в другом обличии, для того, чтобы люди не могли меня узнать. Как будто бы эта книга, она способна на очень многое, она превращает человека в кого-то другого. Возможно, они, патолические священнослужители, вовсе не являются людьми. Правда ли, что Евангелие от сатаны, или великий граммуар дракона, хранится в Ватикане для чего? Да, для того, чтобы никто меня не увидел, никто меня не узнал. Интересно, действительно, превращение тут в кого-то, в какого-то животного, хотите верьте, хотите нет, в какую-то птицу. Это действительно есть, это существует на свете. Мимикрия. Я же говорю, тут прям вообще, друзья мои, все карты об этом говорят, да. Опять вороны, посмотрите. Да, да, еще и кот вышел, какие-то карты плохие. Хотя колода очень светлая, колода очень светлая, и действительно, когда расклад у нас на каких-то темных сущностей, то выходят прям вот истинно темные карты. Только одна карта кажется как будто светлая, но и то это карта мимикрии. Карта притворства. Женщина притворяется деревом, с цветами благоухающими, для того, чтобы птичка села на ее руку, для того, чтобы она заманила эту птичку. Что она потом с этой птичкой будет делать, неизвестно. Карта мимикрии, карта подстраивания под кого-то, и везде птицы. Обратите внимание, что везде птицы. Вот не зря в Крабате есть вот эта черная магия. Прочитайте Крабат, если вы не читали. И там оборачиваются как раз в воронов. Для чего-то им нужно оборачиваться в воронов, в каких-то животных. Здесь кит, здесь кот, здесь птицы. Для того, чтобы меня никто не узнал. Да, действительно, этот гримуар хранится там. Он очень сильный, серьезная книга такая, которая может вызывать демонов разных сущностей, инфернальных, да. Давайте будем так их называть, если не верите в демонов. Они все-таки есть. И мимикрировать как-то, мимикрировать, подстраиваться под животное какое-то, под птицу под какую-то, для того, чтобы проникнуть, возможно, в какие-то места, для того, чтобы узнать какие-то вещи, да, которые им необходимы. Ну, вот здесь вот об этом речь. Подстраивание под людей, опять-таки, да, мимикрировать, обман людей, обман человечества, скажем так. Для того, чтобы меня никто не узнал, я превращусь в птицу с помощью этой черной магии. Я учитель. Я сам себе учитель, сам себе ученик. Карта ворона для того, чтобы меня никто не узнал. Опять карта отшельника, чтобы я был незаметен. Карта кота – это карта хитрости, карта обмана, особенно, когда вам снятся коты, это плохо, это значит, вас кто-то попытается сейчас обмануть, да. Карта повешенного, карта сокрытия чего-то, да. Карта, чтобы меня никто не узнал. И карта микро, и карта подстраивания. Все карты плохие вышли. Правда ли, что Евангелие от страны там хранится, да, действительно так, для чего он им нужен, для того, чтобы превращаться в кого-то, как бы это дико ни звучало, друзья мои. Вот, как-то так. Следующий вопрос, тоже очень интересный. Верна ли теория, что к убийству президента Соединенных Штатов Америки Джона Кеннеди причастен в Ватикан? Объясню. Печально известная война в Вьетнаме, которую Кеннеди хотел прекратить, как раз-таки, да, была нужна папе Римскому, тому папе Римскому, который тогда был на престоле. Как раз говорят о том, что именно Ватикан начал эту вьетнамскую войну, и папа хотел обернуть всех вьетнамцев в католиков, а Джон Кеннеди пытался этому помешать. Так, может быть, его из-за этого и убили, как раз-таки, да, вот такая вот теория есть. Правда ли, что к убийству президента Джона Кеннеди причастен в Ватикан? Правда ли, что он им очень сильно мешал, вот с этой вьетнамской войной, да? Он был таким достаточно правильным президентом, его очень любили. Насколько я помню, его даже называют самым таким хорошим президентом, который был в Соединенных Штатах вообще когда-либо. Верна ли теория, что Джона Кеннеди заказал Ватикан? Давайте так. Так, заказал Ватикан или причастен в Ватикан? Верна ли такая теория? Верна ли теория, что Джона Кеннеди заказал Ватикан и причастен к его убийству в Ватикан? Да, однозначно, однозначно, но никто об этом не знает. Карта смерти еще тут, да, карта перерождения. Человек переродился сразу, да? Человек на самом деле был очень светлый, несмотря на то, что там он изменял жене, у него были какие-то свои, да, тараканы. У каждого человека есть какие-то... Опять все плохие карты опять выходят, да? Да, да, конечно. Сколько мешай, не мешай, как говорится. Умеренность воды льет. Во-первых, человек переродился. Я про Джона Кеннеди, да? Мы сегодня говорим не про Джона Кеннеди. Если хотите, отдельный расклад про него сделаю, я не буду углубляться в тему его смерти, его перерождения. Но тут говорится о том, что человек сразу переродился, о том, что действительно был очень светлым человеком. И это была его карма, потому что смерть все-таки здесь выходит у нас кармическая, по смерти и по умеренности. То, что случилась башня, башня смерти, здесь действительно обозначает физическую смерть, его действительно нет в живых. Это была неинсценировка, потому что кто-то говорил, что Джон Кеннеди не мертв. Башня, его заказали, убили те, кому он действительно мешал, да? И тут положительная карта вышла. И карта ворона. Мы скрылись. Никто нас никогда не обнаружит, потому что мы нужны темным силам. Здесь башня, человек сам себя уничтожает, человек сам себя уничтожил. Здесь говорится о том, что Джон Кеннеди сам себя уничтожил тем, что он спровоцировал на убийство Ватикана. Он просто по-другому не мог. Он хотел прекратить эту войну. Он сам себя этим самым и погубил, потому что Ватикан сразу смекнул, ага, он будет нам мешать, его нужно убирать. Человека, который сам себе мешает, скажем так, в этой жизни, его нужно убирать. Девятка мечей. Девятка это стагнация или деградация. В данном случае башня смерти, девятка мечей, это однозначно физическая смерть. И, конечно же, естественно, под прикрытием Ватикана убрал или заказал этого самого несчастного Джона Кеннеди. Карта кота, карты хитрости, карта ворона. Меня никто не узнает, никто не заподозрит, что это я, потому что я нужен темным силам. Карта умеренности, карта смерти говорит о перерождении Джона Кеннеди, о очень быстром перерождении, как достаточно светлого человека. Вот об этом здесь речь. Но Джон Кеннеди сам себе помешал жить дальше, скажем так, но он по-другому не мог. Он был против того, чтобы продолжать войну, и, естественно, он был никому не уводен этим самым. Вот об этом речь. Я надеюсь, я звучу достаточно громко, друзья мои, потому что голос немножко садится. Надеюсь, что вы меня хорошо слышите. Напишите, пожалуйста, хороший ли звук, потому что я беспокоюсь. Следующий вопрос. Верна ли теория, что Ватикан по окончанию Второй мировой войны помогал военным преступникам бежать в США, подделав их документы. Военные преступники, это, конечно же, со стороны немцев, со стороны фашистской Германии. Верна ли теория, что Ватикан по окончанию Второй мировой войны, самой кровопролитной войны в истории человечества, верна ли теория, что Ватикан по окончанию Второй мировой войны помогал военным преступникам бежать в США, подделав их документы. Верна ли теория, что Ватикан помогал после Второй мировой войны военным преступникам бежать в США, подделав их документы. Верна ли такая теория? Да, что-то дать, что-то ценное дать человеку умеренность. Здесь льет на землю из кувшина что-то ценное. Какой-то магический порошок даже, можно сказать. Умеренность такая скромная. А кто у нас скромный? Гатолический священнослужитель, да? Скромно одетые такие, с виду вроде бы неплохие ребята. Конечно, интересно. И тут умеренность льет вот эту чудодейственную массу на землю, с помощью которой, конечно же, военные преступники куда-то убежали. Опять-таки шестерка мечей – это люди, которые много убивали мечей. Это много убийств. Ну да, и бежали они на воздушном шаре, на лодке. Ну это так, я не в буквальном смысле этого слова, конечно же, да? Да, действительно, поделывали документы. Возможно, не документы, возможно, что-то другое давали им, да? Для того, чтобы они проскочили, скажем так, в США и спокойно там жили и поживали. Очень многие военные преступники скрылись таким образом при помощи умеренности, при помощи скромно одетых людей, католических священнослужителей из Ватикана. И потом они по шестерке мечей бежали. Шестерка мечей человек не очень хороший бежит, который очень много убивал. И тройка кубков нам говорит о том, что убегали они целыми, скажем так, стайками, компанией какой-то целой, да? То есть не один человек там взял и убежал, а там, допустим, три человека, два человека. Ну, что так было как-то выгоднее, так как-то было удобнее, да? Не суть важна, как именно они сбегали на лодке, на воздушном шаре, на самолете, да? По воздуху. Ну, здесь вот как будто по воздуху. Как будто по воздуху. Действительно, скорее всего, им подделывали документы, да? Но то, что Ватикан помогал, это 100% от положительной карты. Тем более здесь умеренность. Вроде бы скромная, но в то же время такая плохая, потому что рядом шестерка мечей. Люди, которые убивали, бежали. Следующее. Практически все, да, у нас, вернее, все у нас является правдой. Все вот эти теории, заговоры, они неспроста возникли. Почему главный зал Ватикана, откуда вещает Папа Римский, мы подходим уже к таким основным вопросам, да, сделан в виде змеи? И ощущение такое, что Папа вещает из ее пасти. Почему так? В чем суть? Почему главный зал Ватикана, откуда вещает Папа Римский, сделан в виде змеи? И ощущение такое, что Папа вещает из ее пасти. Почему? В чем суть? Может, просто так, да? Хотя я не верю в случайности. Просто так сделали в виде красивой змеи этот зал. Почему главный зал Ватикана, откуда вещает Папа Римский, сделан в виде змеи? И ощущение такое, что Папа вещает из змеиной пасти. Так. Что-то вселяется. Работают сообща. Как что-то вселяется в Папу в этот момент. Какая-то сущность. Вот этот Ворон, это сущность, это отшельник, это то, что скрыто. Это меня никогда не заподозрят ни в чем. Меня никогда не найдут, потому что я в кого-то превратился. Или в меня кто-то вселился. Опять карта смерти, как подселенец какой-то. Здесь бабочки, здесь бабочки. Бабочка, кстати, символ оккультизма. Двойка Пентакли, это те люди, которые помогают друг другу. Люди или мне, люди, неважно. Которые работают сообща. Как какой-то подселенец. В Папу Римского подселяется, простите за тавтологию, когда он вещает из главного зала Ватикана. Именно поэтому... Опять карта карта. Сколько не мешай. Все карты те же на манеже. Свечка коптит. Свечка заканчивается. Возможно, сейчас поменяем, друзья. Так. Что у нас здесь, да? Во-первых, какая-то привязка. Десятка Пентаклей. Привязка к дому. Привязка к родным. Привязка к близким людям. Десятка Пентаклей о человеке, который не может в другом месте... Мы говорим же как раз о том, чтобы вещать. Вещает Папа Римский. Он не может в другом месте вещать. Ему уготовлено вещать только из этого зала. Потому что есть определенные обстоятельства для этого. Такое ощущение, что вещая из этого зала, действительно, он становится не сам собой. Потому что, возможно, он в жизни является человеком. Мы об этом потом узнаем, конечно же. Но тут как двое работают сообща. Как подселенец какой-то. Подселенец в тело. Подселенец в тело. Опять подселенец в тело. Меня никто не узнает. Меня никто не увидит. Я совсем другой. Кто-то кем-то управляет. Понимаете? Управляет тут Папой Римским. Кто-то. Кто-то сидит на Папе Римским. Или в Папе. В тот момент, когда он вещает. Вещает он из зала со змеей. Именно потому что вещает змея. Вещает дьявол. Помните? Дьявол-искуситель в Адаме и Еве. Или приползла змея, чтобы Ева укусила яблоко. Скажем так. И вот здесь я вижу подселенца. Вещает не человек. А вещает тот, кто в теле человека. Находится какая-то другая сущность. Какая-то другая душа. И нужно вещать из определенного зала. Именно этой инфернальной сущности. Именно этому дьяволу нужно вещать. Именно из этого зала. Потому что это змей. Такие страшные вещи. Я сейчас говорю. Я не знаю. Даже у меня у самого в голове не укладывается. Вот такие обстоятельства. Собственно говоря. Не может вещать из другого зала. Либо как не может выбраться из этого зала. Либо необходимо вещать именно из этого зала. Чтобы люди слушались и повиновались. Следующий вопрос. Является ли Ватикан центром по управлению миром? Является ли Ватикан центром по управлению миром? Является ли Ватикан? Является ли Ватикан? Очень частый и популярный вопрос. Часто задаваемый вопрос. Является ли Ватикан центром по управлению миром? Сейчас, секундочку, друзья. Является ли Ватикан центром по управлению миром? Насаждение каких-то своих стандартов. Карта императора вышла. Насаждение своих стандартов по всему миру. Не только Ватикане. Рассказываю, друзья мои. Это, как я уже сказала. Семерка мечей – это человек, который слушает другого человека. Вот слушает и не хочет. И вот ему насаждают какие-то свои идеи. Обратите внимание. Птичка здесь что-то говорит. Ты его должен делать так. Ты его должен делать это. Я так сказала. Человек этого слушать не хочет. Вроде бы необходимо. Потому что птица тут такая мудрая, скажем так. И тут вот насаждение каких-то своих стандартов по всему миру. Всадник мечей летит по всему миру. Вот эти стандарты насаждают на людей. Люди не понимают шестерку Пентакли, о чем речь. И как-то эти стандарты себя впитывают. Действительно является Ватикан центром по управлению миром. Тут сказано. Да, действительно, через Ватикан управляют людьми. Управляют людьми в России, в США, в других странах. Не только. В Ватикане насаждение стандартов, распространенные по всему миру. С письмецом тут, да. И люди это в себя впитывают. И чем больше впитывают люди, чем больше люди не могут найти замочек. Ключ, вернее, от замочка. Обратите внимание, что много ключей у девочки, но она не может подобрать нужный. Паша Жезлов. Паша это маленький человек, да. И мы все такие маленькие, крошечные по сравнению вот с этими властителями мира. И пока мы ищем нужный ключ, они питаются нами, питаются нашими мозгами, нашим критическим мышлением, да, и так далее, для того, чтобы мы чего-то очевидного не увидели в этой жизни. Понимаете? Действительно, Ватикан это центр по управлению миром. Кто-то стоит над Ватиканом. Понимаете? Некий дьявол стоит над Ватиканом, некий змей. Как раз-таки инфернальная сущность. Или сущности. Ту-спентакли, они становятся сильнее, напитываясь нашими какими-то страданиями. Ту-спентакли это какие-то страдания, которые приносят плоды. Обратите внимание, что человек страдает, человек загнулся, три погибли. Это обычный народ. Обычный народ, который подчиняется стандартам правительства, потому что правительство тоже работает на Ватикан. Император это управленец, который мягко, аккуратно. Обратите внимание, что у императора здесь не корона на голове, а шляпа. Шляпа. У священнослужителей тоже определенные шляпы, да, своего рода. Они являются не совсем священнослужителями, а людьми из спецслужб все-таки, да. Это не просто священники, скажем так. Это все-таки люди высшие, берите высшие. И император, я мягко управляю. Я делаю и создаю свою музыку. Но, тем не менее, люди меня слушают, да. Я такой мягкий управленец, очень хитрый управленец. Никто никогда не подумает, что это католические священнослужители. Кто подумает, действительно, что самой маленькой государственной в мире Ватикан является центром управления мира? Нет, конечно, да. Действительно, здесь не только люди подчиняются, но и целые корпорации. Вспомните, Уолл, Дисней, да. Такие корпорации, как Гугл, ну и все возможные большие корпорации, они подчинены, конечно же, системе Ватикана. А над Ватиканом стоит кто-то выше, кто не является человеком уже. Так, следующий вопрос. Кто создал Ватикан? Истинные цели мы уже поняли. А кто создал? Кто создал Ватикан? Буквально несколько вопросов еще. Кто создал Ватикан? Кто создал Ватикан? Сама смерть, да. Тот, кто не является живым человеком. Здесь естественная смерть, и человек не является живым. Птички прилетели, проверить, живали девушку. А девушка уже закрыла глаза и умерла. Плюс еще полная луна у нас здесь, да. Человек, который, возможно, воскресе после смерти. Человек, который не является живым, не человек, вернее, да. Я все называю человеком, не человек. Подобный человеку, похожий на человека, очень легкомысленный, распущенный, дурящий людям головы, забивающий всякой ерундой. Масс-медиа, интернет и так далее. Чтобы люди были легкие на подъеме, не обладающий критическим мышлением, да. Человек, которого нет в живых. Не человек. Носферату еще, помните, называли, да. Помните старый фильм про вампира. Ну, здесь не совсем вампира, здесь сущность другая, да. В виде гномика, хочется сказать. Но не живая. Ну, конечно, маг, который обладает темными знаниями, который скрывает эти темные знания от людей, да. Людям это недоступно. Ну, не всем людям, некоторым доступный оккультизм, да, и так далее, эзотерика. Но такими знаниями, как он, не обладает никто. Он прячет эти знания в себе. Маг и шут вышел, главное, интересно. Чтобы люди были шутами, а он был магом вокруг шутов. Человек, которого нет в живых. Не человек. Носферату. Кто создал? Ватикан. Тот, кому подчиняется Ватикан, естественно, да. Насколько велики полномочия Папы Римского? Что он может? На что он не имеет полномочий? Давайте посмотрим. Насколько велики полномочия Папы Римского? Насколько велики насколько велики полномочия папы римского что папа римский действительно может на что он не имеет никаких полномочий на что никаких полномочий королева кубков красавица женщина краса просто да женщина которую влюбляются на что он имеет полномочия это влюбить себя народ это быть тем кто ну я не знаю вот увидели бы папы римского да и все вот ощущение такое что кроме него никто вашу проблему решить не может на что он имеет полномочия вам может показаться что он имеет очень много полномочий что он может покорить себе этот мир понимаете здесь об этом покорение мира королевы кубков это так кто покоряет всех вокруг и действительно он обладает огромной харизмой и многие действительно верят папе римскому точно так же как нашему патриарх да очень многие верят все кто ходит в церковь точно также у них там это происходит он обладает харизмой полномочия его влюблять в себя людей подчинять себе таким образом людей хитрить людьми если ты влюбился в человека тебе человек гораздо симпатичнее чем если бы ты смотрел на человека и думал фу какой он сто процентов какой-то плохой да человек какой-то не такой так вот про папу римского в основном католики думают что он прям вообще святой да просто я святой я самый лучший самый замечательный самый харизматичный подчиняйтесь тем не имеет полномочия подчинять себе людей он должен завоевать себе расположение людей для того чтобы люди ходили в католическую церковь это очень важно это очень нужно каких полномочий он не имеет пятерку пентаклей здесь я не вижу что он не имеет каких-то полномочий на него возложено очень много полномочий с помощью папы римского возникают всякие акультные обряды черная магия джет вы приношение так далее так далее много чего может сделать его решение это чуть ли не закон для всего мира потому что папа римский взаимодействие с инфернальному сущностями и в него вселяется сущность когда он говорит запад обещает зала ватикана и так далее поэтому к пятерке пентаклей я не вижу что он чего то не может つерка пентаклей это карта моральной нищетой не только физической нищетойное моральная морально нищий слабый духом человек который человеком уже вовсе не является может подчинять себе миллионы поэтому в очень много полномочий действительно много полномочий на этой земле по крайней мере да и в этом теле скажем так поэтому он может распоряжаться и отдавать приказы которыми должны обязаны подчиниться него окружающие люди отношения ватикана к сву отношения ватикана к сву отношения ватикана к специальной операции войне на украине если быть точнее отношение ватикана к сву как относится ватикан к сву ощущение что и нашему вашему мы вам советовать не будем делать и так как считаете нужным потому что мы вам доверяем это говорит ватикан россии да но тем не менее мы плохими тоже слыть не хотим мы будем вашим нашим до пашкуков это человек мальчик юный до молодой человек который очень нравится многим хочу закрыть глаза людям на на нас да на правду это говорит ватикан как бы ватикан католические священники папа римский хочу закрыть людям глаза чтобы люди не понимали на самом деле что мы думаем по слову да на самом деле они относятся хладнокровно они за убийство скажем тогда потому что они сами приносят жертвоприношение карты белка обожаю карта неприятного сюрприза или приятного сюрприза все зависит от карты рядом стоящих скажем так они дают надежду людям они дают надежду людям обычным людям которые действительно ждут поддержки от ватикана и действительно думают то что ватикан против свого на самом деле ватикан относится ровно вы делаете россии говорит как бы что хотите вам советовать не будет потому что вы и так знаете что делать но люди мы дадим небольшую надежду потому что мы-то людям хотим нравиться и не закроем людям глаза на то что ватикан действительно думает об свого он относится ровно не относится положительно не относится отрицательно он относится так как нужно, то есть так нужно, так уготовано, так необходимо, чтобы это СВО было. Понимаете, все заранее расписано, расписано по датам. Каждое действие, каждая катастрофа совершается по датам, так быть и должно, как все равно, что у вас закончился хлеб, вы сходили за булкой хлеба и думаете, ну, так и надо, я же ем хлеб. Ну, значит, так и надо, понимаете, значит, так и надо мировому правительству, глобалистам, поэтому они относятся ровно, но главное, чтобы люди про нас ничего плохого не думали. Поэтому мы будем предваряться такими нежными пушистыми, прекрасными, которые дают людям надежду. Карты неприятного сюрприза, о чем речь здесь, о том, что если люди узнают, как действительно Ватикан относится к СВО, если это будет как-то, я не думаю, что по картам Таро люди там чему-то поверят. Некоторые верят в карты Таро, некоторые не верят. Но здесь карты неприятного сюрприза для людей, когда они откроют глаза на самом деле на то, что происходит в мире. Это будет очень неприятный сюрприз. Вот тут к чему белка. Белка может быть приятным сюрпризом, если рядом лежат хорошие карты. Белка может быть неприятным сюрпризом, такая очаровательная. белка, но вот здесь она является неприятным сюрпризом. Делайте, что хотите, мы вам не будем указывать. Россия, говорит Ватикан. Так должно было случиться, но сходить за булкой хлеба нормально. Магазин. И война на Украине тоже нормальная, считает Ватикан. Сколько еще ныне действующий папа будет папой римским? Еще два вопроса буквально, друзья. Сколько еще ныне действующий папа будет папой римским? Сколько еще ныне действующий папа будет папой римским? Свечку хватит нам с вами. Как раз сгорает. Сколько еще ныне действующий папа будет папой римским? Долго. Тут жезло. У меня еще столько сил, у меня еще столько необузданной энергии. Я вообще не закончусь как человек в этом мире, если даже умру. Я еще долго буду... Посмотрите, какие карты. Еще долго буду императором, еще долго буду управлять с вами. Четверка мечей. Пока с ума не сойдет. Тут такое ощущение, что в конце жизни люди, которые подселяли к себе подселенцев, простите за тавтологию, они сходят с ума, как будто бы, знаете, в голове. Умирают от того, что сходят с ума. Все великие личности, они сходят с ума, умирали, в котором подселялись некие подселенцы. Четверка мечей об этом говорит. А император тут жезло к нам говорит о том, что несколько лет. Да, да точно. Несколько лет. И еще. Папа и приближенные к нему являются ли людьми или являются сущностями? Ну, мы уже поняли, что все-таки папа это человек, но просто к нему примыкает некий подселенец. Папа и приближенные к нему являются ли людьми или являются некими сущностями? Папу явно кто-то подселяется. Значит, он является человеком изначально. Давайте посмотрим еще раз, да, потому что многие спрашивали. Папа и приближенные к нему люди являются ли людьми или они являются некими сущностями? Являются ли папа и приближенные к нему люди настоящими людьми или они являются сущностями? Люди, люди, люди. Люди, которым, вот видите, птичка села, птичка села, бабочка пролетела мимо. Люди, которым подчиняются, подселяются, простите, другие люди. Обратите внимание, что у учителя здесь глаз прикрыт бабочкой. Бабочка, махаон. Это олицетворение оккультизма, да? Прикрыт мой глаз, я подчиняюсь бабочке, я подчиняюсь сатане. Учитель, это вы должны меня слушать. Очень большие полномочия у Папы Римского, как я уже говорила, и у тех, кто приближен к нему, действительно приближен к Папе Римскому, и, конечно же, к ним кто-то подселяется. Являются людьми изначально, да. Но подселяется к ним дьявол, который держит их заточение. У дьявола есть ключ от всех дверей. У дьявола есть ключ от любого замочка Папы Римского и приближенных к нему людям, скажем так. Да, влюбленные. Иногда, знаете, вот эта карта влюбленная, она такая неправильная, когда хочется уйти от человека. Невозможно уйти, невозможно остаться. И с человеком плохо, и без человека тоже плохо, да. Иногда такие люди, как Папа Римский, люди, приближенные к Папе Римскому, они хотят выйти из этой игры. Точно так же, как и все остальные. В правительстве, президенты и так далее. Все, кому подселяются инфернальные сущности, они пытаются выйти из игры, но не могут. Потому что все до конца жизни, они подчинены дьяволу, посередине дьяволу. Он к ним подселяется, а люди являются людьми, ну да, в целом. Они люди изначально. Просто люди с какими-то неправильными душами, которые пошли на такой серьезный шаг управлять человечеством, управлять миром. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Пишите в комментариях, что еще бы вы хотели узнать о Папе Римском, о Ватикане. Я не все сегодня вопросы зачитала, потому что это невозможно в режиме реального времени, эфирного времени. Тем более у меня немножко заканчивается голос, друзья мои, прошу прощения. Ну и свечка догорела. Пишите, возможно, сделаем вторую часть, если вам действительно будет интересна эта тема, про Ватикан. Возможно, мы с вами сделаем про Инквизицию, также, да, расклад. И про иезуитов тоже очень многие спрашивали. Я вас очень люблю, друзья мои. До новых встреч.